На каждом избирательном участке района организаторы постарались создать праздничное настроение. Этому способствовала музыка и, конечно же, угощение. День выборов президента подходил к концу, но не унимался на участках жар мангалов. Ведь выборы – это праздник, а какой же праздник без шашлыка? Это шашлычок, свининый антрикот. У нас был выбор не только шашлычок, антрикот. У нас было и мякоть, и овощи было. Ну, большой выбор был. Сегодня же праздник. Все должны праздник отмечать как праздник. Без шашлыка какой праздник. Настроение у молодых избирателей явно поднималось после того, как волонтеры предлагали им поучаствовать в акции «Голосовать». Ну, в основном, да, хотели. В основном некоторые сами там подходили, спрашивали, что за акция. Ну, бывали такие, которые просто сказали нет. В целом хорошо. Кто-то специально приезжал сюда, чтобы поучаствовать в акции, сфоткаться. Сказать, что именно эта акция сподвигла молодёжь прийти на выборы, нельзя. Молодые избиратели шли потому, что считают своё участие в выборах президента долгом. Мы же не ради этого ходили на выборы, чтобы выиграть iPhone X, а ради того, чтобы президента выбрать. Активность молодёжи на выборах 18 марта 2018 года подтверждают и председатели участковых комиссий. Причём юные избиратели шли на выборы с самого утра. На участке 4205 все впервые голосующие исполнили свой гражданский долг до 12 часов. Люди достаточно активно идут. Очень молодёжь принимает участие хорошо в выборах. Стараются, идут проголосовать. С утра очень много приехали. В 8 часов прям уже очередь у нас стояла этот людей. Ну и сейчас подходят избиратели, голосуют. То есть заинтересованы люди. Молодёжь, которая приходит на избирательные участки, неплохо знает правила поведения на выборах. Да и в целом избиратели действуют на участке только в рамках правового поля. Это подтверждают и наблюдатели. Ну, особо ничего такого замечено не было. Никаких претензий нету никому. Всё спокойно, ровно. Люди идут потихонечку. В общем, всё нормально, с моей точки зрения. Наблюдатель – это гражданин Российской Федерации. Уполномоченный осуществляет наблюдение за всей процедурой проведения голосования. Основная его функция – обеспечение общественного контроля на избирательном участке и наблюдение за соблюдением избирательных прав граждан. Первый раз я пошёл по собственной инициативе, нет какой партии, сам по себе решил проверить вообще, как работают выборы у нас. Насколько числые, скажем так, для меня самое важное. Всё. И пока какие ваши выводы? Выводы. Пока всё нормально. Недооценить работу наблюдателей нельзя, ведь каждый из них заинтересован в том, чтобы выборы прошли без нарушений, и их результаты были признаны легитимными. Мария Климова, Георгий Калинин. Специальный выпуск «Выборы-2018».